И вот возлюбленные братья, сёстры, дорогие друзья, приветствую всех еще раз снова и снова, как говорится, Батья и Батья, Слово и Слово, Игорь Господень, и сегодня вот это причастие, Евхаристия, рукоположение, сегодня это таинство, эти таинства совершаются. Знаете, когда давали в семинаре определение таинства, которые говорили, что это такое действие, когда за внешним каким-то действием, физическим, духовно такое, совершается действие Бога, благодати Божьей особенной, благодати Божьей. И, знаете, таинств по-разному, по-разному церквям называют протестантские большинство церквей, говорят о двух таинствах православных католических церквях, о степени таинствах. Но, по сути, по большому счету, и те, и те, и правы. Ну, как бы, вернее, и те, и те правы, по-своему. Дело в том, что таинством много Библии, что является таинством. Вот, самое великое таинство, на мой взгляд, как раз я об этом в прошлом году неоднократно говорил, проповедовал и здесь у нас, и в гостях, самым великим таинством является как раз таинство веры, как Христос в нас, в уповании славы. Великая тайна, великое таинство, которое действительно таинство всех таинств. И, по большому счету, вся жизнь наша таинство Божьей, Божьей благодать, таинство во всем, что мы живем, с момента, когда Бог поселяется в нашем сердце, когда Христос поселяется внутри нашего сердца, наша вся жизнь, она превращается в одно таинство. Вот, и пусть Бог благословит нас всех в этом. Эта неделя, вот с этого воскресенья, начиная, с сегодняшнего дня до субботы, вот, напоминаю, что, ну и для нас, ли тебе тоже, что в правонарстанной традиции, еще взятой из библейской, еще из библейской, что суточные служили начинаются с вечера до вечера, вот, допустим, вчера вечером мы проводили, значит, эфир вместе с Максимом, и это, знаете, это уже было воскресенье, собственно, в нашем собрании, будем так говорить. И о неделе с воскресенья до субботы, все чтения, все Бога служения, и вот, вот эта неделя, она о страшном суде называется, о страшном суде. Ну, в народе называют ее масленицей обычно, да, вот, еще, привет, еще сырный, но вообще, она по-заменому о страшном суде, и об этом вот феномене я рассказывал уже неоднократно. Напомню. Да, но напомню. В основном. Потому что для меня это было, вот, честно говоря, было большим сюрпризом однажды. Я тоже в первый раз хочу, так как я говорю. Дело в том, что я когда слышал традиционного священника православного для меня, вот это была загадка. С одной стороны, самая веселая неделя в году, официальное название ее о страшном суде. Какому ж нормальному человеку придет в голову веселиться во время воспоминаний страшного суда. Все набожные евреи постятся в такой момент. Мусульмане постятся, когда вспоминают, тоже суд, даже основатель ислама, Мохаммед, да убирая, он был в сплетении, значит, там, значит, там, и последние минуты его жизни. И сподвижники подошли и спрашивали, почему ты ведешь себя так? У тебя, ну, точно на небесах есть место, у Бога там, на небесах. Вот кому-кому, а тебе переживать не стоит, когда в момент смерти. Это были последние минуты жизни. Но он был в агонии, был в смятении, в ужасе, и он говорил, я боюсь суда Божьего, страшусь суда Божьего. Вот это его слова были последние. С этим он умер, знаете ли, почитаемый великий пророк в исламе, да? Но, правда, современный толкователь объясняет так, что, как бы, на самом-то деле он знал, что идет на небо, но дал последний урок смирения, что любой благочестивый человек должен бояться суда Божьего, страшиться суда Божьего. Вот в других религиях, в других менее известных религиях, все равно, где есть понимание суда Божьего, да, любой нормальный, как ваше человек, у него какой-то, ну, страх, по крайней мере, возникнет. Я помню, как еще в армии служил там, значит, и, значит, меня на постоянку не брали, меня там забраковали, значит, в военкомате написали, что верующий, но как художник иногда приглашали, и вот они там, ну, офицеры приглашали что-то там подделать, подмазать, подкрасить, а на самом деле я уже понимал, что идут не просто не приглашают подкрасить, подмазать, а какие-то разговоры есть. Вот, спрашивают меня. Ну, понятно, особисты, у них свои особые разговоры были, особые мотивы были, вот, но чаще всего это были на самом деле, даже у особистов были на самом деле, ну, будем так говорить, неформальные вопросы, то есть именно вопросы, которые, ну, касательно их души, будем так говорить. И у нас там был один майор, вот, такой, с такой странной фамилией, Бардабин, вот, редкая фамилия такая, вот, значит, и, значит, и он, другой сын, я тоже, значит, вот, и я там помогал, подкрашивал, а он мне все спрашивал, а судьбожник, вот, я рассказывал, за что тут зато продал, из Евангелия рассказывал все, я потом, как-то у меня несколько раз такое, он меня так, как бы, ну, уже вроде замыли, а еще к другому, и потом, ну, Журавлев, а вот на самом деле, вот, ну, Бог-то и есть, и вот суд будет, я говорю, да, это вы же мне, никто не отвертится, я говорю, что-то у меня большая проблема будет, он все его так, как-то, я вот так это все так от сердца прям говорил, что мне жалко бы было, так хотелось отнять товарища майора, и помолиться с ним, но, как бы, значит, нельзя было, как бы, да, но надеюсь, что все-таки он потом все-таки покаялся, потому что, ну, по крайней мере, в его жизни много еще было посеяно, по крайней мере, он слышал Слово Божье и так далее, вот, ну, то есть я к чему говорю, что любой нормальный, адекватный человек, слышав о Судье Божьем, он, как бы, ну, ну, по крайней мере взволнован, он, по крайней мере, взволнован и напуган, хотя бы в легкой форме, но напуган, вот, а вообще, если человек только религиозен, то возникает даже истерия, панический страх, значит, люди с ума спали порой на этой теме, и я знаю случаи, когда и среди христиан подобная истерия религиозная, которая существует, вот, ну, понятное дело, христиан, ну, как-то мягче сказать, ну, проще как невозрожденных, будем говорить, проще говоря, вот такая существует религиозная истерия, но даже не у возрожденных порой беда бывает подобная, вот, которые не вникают, не стараются вникать в Слово Божье, не стараются вникать в себя и в Слово Божье, возникает всегда проблема большая, вот, и потому как дар Божий, он действительно, он дады нам отрегута притройного развития и нашего дальнейшего участия в вере, размышления наши, вот, и я знаю из Писаний, и знаю это из себя, и знаю это из Писаний, что я спасен, и жительство мою на небесах, и даже если где-то сомнения возникали у меня в моей жизни, да, я начинал говорить эти слова и как бы убеждал себя, а если убеждаю себя просто, понимаете, как вот аутотренинг такой, допустим, да, это просто само положение, но если убеждаю себя на основании Божьего Слова, того, что Бог сказал, это уже, господа, это не просто аутотренинг, это действительно, это начинаешь верить тому, что говорит Царь Вселенной вообще, Бог Всебогов. Ну и по поводу, вот, для меня было таким тоже шоком, конечно, религиозным, когда вот в 96-м году я вышел из традиционной православной церкви, значит, я служил вот так вот священником, традиционной русской православной церкви, Московской, приорокада, там начиналось мое служение вот в начале 98-го года, как раз вот 30 лет назад, ровно 30 лет назад, началось там мое служение, религиозное церковное служение, степень чтеца и по диагонам, потом диагонам, и в 91-м году стал священником, так интересно было, вот в этом служении церковном, да, значит, Бог тоже совершал чудеса, я скажу вам, тоже Бог совершал и немало чудесного, но самое основное, оно проходило мимо, потому что, знаете ли, попал я в такую западню религиозную, вот этого религиозного мракописия, религиозного такого заблуждения, то есть и самое интересное, это как болото, да, вот, чем больше когда шевелишься в нем, да, стараешься, вот сам как бы дергаешься, тем хуже тебе, еще больше засасывает, вот в религиозной атмосфере, получается, да, вот то же самое, религиозной среде, религиозное мышление свое, человек, чем больше он копошится, если он ненравен и спокоен, как бы, и мало углубляется, то, как бы, он и барахтается на поверхности нормально, как бы, но кто начинает углубляться, да, и ворошиться, его трясина очень сильно засасывает, вот я буду с таких активистов, вот, кто активно вот в этом болоте ворошился, и меня очень сильно засасывало вниз, это очень страшная история, знаете, такой, как говорил один монарх, еще в древности еще, времена франциско-азийского на западе, он сказал такие слова в молитве, записано было, что, Господи, Господи, если ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет? Вот такое состояние было у меня, что, дай Бог, смешал чудеса ведь, но, знаете ли, чудеса, они могут греть тебя, утешать тебя, но ненадолго, ну, год, два, ну, пять, я не знаю, сколько лет тебе хватит, но на самом деле, даже, вот, сверхъестественное, ты просто потом понимаешь, что это естественное, это не для этого мира падшего, это является сверхъестественным, или противоестественным, допустим, да, вот, значит, как там врач, когда он говорил, значит, который был свидетелем, вот, чуда в моем присутствии, следователь говорил, вы видите, его чертовщина такая, вот, это его вывод, его, понимаете, значит, что это невозможно, да, это противоестественное, это сверхъестественное, Это для невольного человека община, но я так понимаю, что это для человека, тем более с улицы это вообще, конечно, шокирующе, для Григи Оздова и то это, конечно, шокирующе, а для с улицы человека это вообще просто иное измерение, как доктор Капельс, профессор, кто он, академик, он как раз иллюстрацию такую приводил, очень хорошую, очень мудрую, там тоже вопросы задавали по нашему духовному миру, шла речь о иных измерениях, иных мирах, и он говорит, что я вам могу объяснить, я знаю что-то, но я объяснить до конца это не могу говорить вам, и он так популярно, научно, но популярно объяснил это и показал, взял листок бумаги, нарисовал нам каких-то человечков, и вот представьте, вот это мир вот этих человечков, они движутся в этом мире, они живут в таком мире, вот они не знают этого измерения, допустим, да, вот, и потом он брал там карандаш, пробивал москвозь, значит, этот листок, и говорит, что произошло теперь в мире вот этих человечек, появился какой-то там круг, допустим, они не видят вот этого движения карандаша, для них это просто, откуда ни возьмись, какой-то круг вдруг появился вообще, вот, в их мире, это непонятно, значит, какая-то дыра появилась вообще, ну, непонятно в этом мире человечков, а для меня, живущего в этом мире, где имеется еще и вот такое измерение, я понимаю, что я пробнул карандашом вот сейчас вот этот листок бумаги, а представьте, как мир, попадая в мир, в котором там десятки измерений, вот, и, поэтому, знаете ли, ну, очень красиво это все изложил, настолько, что, ну, надо все-таки смотреть на этажи, я так думаю, научно, но популярно вообще, попытался изложить, и вот, действительно, в Божьем мире, вот, для нас, порой, живущих в этом тварном мире, да, тем более поврежденным грехом, лежащим возле тем более, если то, вообще это все кажется сверхъестественным, но, на самом деле, самое большое таинство и самое большое сверхъестественное чудо, которое в жизни происходит у человека, это его духовное перерождение, это рождение свыше, и его духовное преображение, это самое большое таинство, как мы говорили, что таинств много, да, разных можно назвать, спорят пару богословов между собой о таинствах этих, о сути этих таинствах, о веществе этих таинствах и прочее, но, на самом деле, самое большое таинство, на мой взгляд, как раз Христос в нас, Бог, который поселяется в человеке, вот как караташ, пробивающийся христом с христовыми человечками, да, непонятно, как Бог может прийти в жизнь человека, непонятно вообще, это же Бог, дай Бог, как Он может поселиться в человеке, вот, да, каким-то удивительным образом, со своего мира, да, который превыше всякого мира вообще нашего, всякого видения, Он приходит в суд учил вот это, и поселяется в нас, и царствует еще в нас, господствует, и удивительно, да, как раньше говорили, мы раньше говорили, что дело Ленина, он живет и побеждает, да, а теперь я понимаю, что дело Христа, он живет и побеждает, потому что он живет во мне, да, тело Христа, дело Христа, его Дух, вот, и он побеждает. Ну так вот, и в 96-м для меня было таким удивительным таким шоком религиозным, когда узнаю я, мне было интересно, почему страшная неделя, как бы такая вот, ну, как бы, ну, о страшном суде, и она такая, испокон веков веселая такая, разгульная, самая разгульная неделя такая в году. В ранней Бизантии, оказывается, история, в самой ранней Бизантии, даже не поздней, а ранней Бизантии, вот, когда сохранялось еще библейское понимание спасения, библейское учение спасения, Божье понимание спасения сохранялось тогда в церкви, оно не было выметрено еще тогда, и люди понимали, каппадокийцы, читаем еще Златоуст Леон, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл, этот, нет, Иерусалимский Кирилл, значит, другие отцы церкви тогдашние, они понимали библейски, божески понимали все это, они, даже гимны, которые тогда сочинялись в литургике православной, они до сих пор поются, но большинством православных, даже священников, они, ну, как сказать, не воспринимаются сейчас, не воспринимаются, ну, допустим, в этих древних гимнах поется, что мы уже спасены, вот, понимаете ли, а в современном традиционном православе, в традиционалистском таком православе и эта тема считается, вообще-то там был закрытый, знаете ли, спасемся, а кто его знает вообще, как мы спасемся вообще? Вот, подавляющее множество людей, закончив и семинарии, и академии духовные, вообще, в этом главном вопросе всех вопросов, не то что плавают, тонут, они не знают вообще ответа просто-напросто, и это печально, конечно, нет, не все, конечно, есть и знающие правду, истину, но, к сожалению, не благодаря семинарии, а вопреки им, благодаря интернету, благодаря общениям с каким-то верующим, где-то благодаря, читаю, читаю, протестантам, благодаря Слову Божию, где надо стоит, я, допустим, мы снимали противно-хатьбас, когда, вот, я помню, в метро много было таких интересных встреч, и вот одна из встреч, еду, значит, и вижу парень, ну, я, напомню, семинарист, значит, читаю, Александр Мини отвечает на вопросы книгу, но я понимаю, что это необычно для семинариста, вот, читать такую книгу, обычно в православных семинариях, тем более Московского приорхата, такие книги запрещают, вообще, читаются, читаются кранулими, вот, значит, и слово за слово я спросил его, о чем-то не помню, уж как мы разговор начали, пообщались, оказывается, он, да, в семинаре учился, православный дочман, не ошибся я, значит, там, и вот он читает сам, собственно, пожеланием такой книгу, в семинаре, где у нас не запрещают быть, но и не рекомендуют, вот, а на тех, кто все-таки читает, они просто смотрят, поэтому я читаю так вот, в метро, где не там, так вот, почитаю, вот, и я был приятно очень сильно удивлен, парень, вот, было видно, он не просто знает что-то из Слова Божьего, а он это переживает, и он любит это, и это очень приятное такое, знаете ли, такое, ну, как бы, открытие, и, значит, и не сразу, оказывается, он жил у тетки, он сам из провинции, от Свиненской области, по-моему, приехал, значит, а тетка его, значит, здесь, в Киеве живет, вот, значит, тоже из села Свиненск, но уже давно живет в Киеве уже, и он на квартире у него поселился, и вот, значит, и потом мы с ним общались, Кацарян со мной, вот, вот, и оказывается, что этот парень, он еще пацановым, он покаялся у бактистов, оказывается, в Старбинесе где-то проводилась евангелизация, вот, и он там закончил у них даже школу, значит, ну, как, для вот, ну, новоначально, как бы, да, вот, обращенно, там, подростки были в основном, вот, у нас ребята, девчата, вот, значит, и вот, было такое обучение, обучение, и он даже после этой школы так загорелся идти в семинарию практически дальше, получить образование, но вся семья православная, все восстали, вот, значит, как бы ни в какую, вот, если можно в семинарии, то он такой православный, все, вот, ультиматум такой, и он сдался, парень, вот, значит, и, знаете ли, значит, и он сказал, что да, я вот пошел в православную семинарию, воцерковился в православии, воцерковился, стал ходить в грамм, значит, там, получил богостреление священников, ну, всю процедуру прошел вот тут, вот, и учился уже в семинарии, много, потом в академии, он уже учился в академии тогда уже, в академии учился вообще, семинарию закончил, учился в академии духовной, получается, Дальше пришел по множественному образованию. Но он говорит, что вот так и так, что вот, да, печально, что Библию, если я приношу в Академию, в Духовную Академию, значит, то смотрят, как, короче, святошек, вот, больной человек и прочее, вот. И если там что-то, какие-то гадости приносят другие там, да, то, оп, свой парень. Вот, это уже Академия была, вот мне, что еще, как бы, так резонуло, думаю, надо же, вот, люди, которые, вот, будущие, не просто священники, а, там, благочинные, там, не старшие, там, священники, вот, в таком духовном состоянии плачевном. Ну, ладно, я к тому, что, вот, в византии ранее библейское понимание сохранялось, и вот, было решено, я не знаю, кто это решил даже, честно говоря, так не нашел я, концов не нашел. Но, было это постановлено, решено, а, к самому минимуму, что эту неделю праздновать, ликовать, был запрещен пост, даже в эту неделю, как раз, по Старшим Судею. Вот, то есть, даже, ну, чтобы никто не постился, все ходили в гости друг к другу, значит, там, накрывали столы, поляны, вот, радовались. То есть, служение, песнопения, радостные, в церковной, значит, там, и, как, вот это, да, думаю. Со временем, уже в поздней Византии, уже библейское понимание спасения, уже Божье понимание, вот, оно утерялось, фактически. А когда уже в Киевскую Русь пришло христианство с Византии, то и подал, к сожалению, смешавшись еще и с местными, всякими суевериями, там, и традициями. Вот, получилось так, что, значит, что, как-то, вот, идея осталась, вот, радостная неделя, и церковные страшные названия о Старшим Судею. А как это состыковать вместе, люди, как бы, и не понимают, даже, даже Божьих посвященников не понимают, как можно это вместе, как-то вообще нормальному человеку, адекватному состыковать вообще. Невозможно. Пока не родишься свыше, бесполезно. Пока не примешь Христа Иисуса, это так и останется вопросом, без ответа просто-напреста. Вот, и, конечно, да, ну и смешалось еще христианство православное здесь у нас с языческими этакими, славянскими, многими этими обычаями, поэтому масканцы еще, плюс, еще там, всякие там чучу разжигаются, мяучила там и прочее, всякие там, да, но, да. Если, коротко, вот и то же, это мы радуемся из-за того, что мы христиане, мы спасены на Судне приходе, из-за того, что масляница, радуемся, радуемся, помазание, потом, как сказать, забылось вот это действие, Афьянка осталась. Ну да, депресская забота, да, Афьянка осталась, да, точно. Ну, если и так, то есть он, ладно. Да, да, правильно. Вот. Ну, еще скажу, что вот я читал, начал читать в 96-м именно в этом направлении отцов церкви, ранних именно, ранних отцов, особенно их патокийцев. Я удивился, особенно Кирилла Иерусалимского патриарха. У него были беседы огласительные, беседы, готовящиеся к окрещению людей. В конце 4-го века это было естественным, обычным состоянием церкви. Даже в православной книге, там, Четти Минеи, это признают, допустим, вот, тот же, даже жизнеописание того же самого Василия Великого, да, он был в такой, родился и вырос в такой образцовой христианской семье. Его родители были оба служители церкви, были в то время и женщины тоже были беседы служения церковные, были диагонейцы, были пресвятивиды, даже и писатели были, да, значит, ну, как бы, в 4-м веке это было естественным состоянием. Вот, даже только лишь во время 6-го Вселенского собора, это уже 7-й век нашей эры, было принято решение, пресвятивид, и диагонизм больше не уплакать вообще, то есть, как бы, ну, прекратилось это. А до 7-го столетика было, ну, обычной практикой. Его мама была, значит, служителем церкви, папа был служителем церкви, его дедушки и бабушки с обоих сторон были служителями церкви. По отцу, по-моему, он был уже в 7-м поколении служителем, то есть до конца 4-го столетия писатель, то есть, по сути, чуть ли не вот от тех времен, да, ранее, самая ранее церковь. Вот, и плюс еще в его семье, его дяди, тети были некоторые служителями, некоторые были мучениками за Христа, приидеоклетяне, казненными. В его семье, у Василия Великого, до него, я не помню точно сейчас, но больше 10 человек официально канонизировано даже, ну, православной церкви вообще, как таковой, и католической тоже. То есть, как бы, образцовая христианская семья служителей. А сам он был крещен, ему было почти 30 лет уже, вот, образу, далеко за 20 года ему уже. И в чете мини, это написано, вот, издание еще, это революционное издание, что в то время, в конце 4-го столетия, это было обычным явлением, вот, еще потому что на Востоке особенно, смотрели очень подозрительно даже на раннее крещение, и старались крестить к 30-ти годам только лишь. Даже если он вырос в семье, вот, пастор, и служителей, и христика, да, значит, понимаете, вот, ближе к 30-ти годам или около 30-ти лет христили. Вот, на Западе была другая традиция, там христили даже детей христили, но детей уже, которые могли свою веру исповедовать, детей 10 лет, 11 лет, 12 лет, вот, значит, это тоже считалось детским крещением в то время, вот, восточные, поэтому, если бы осуждали Западных за подобную практику, но Западные, если бы оправдывали подобные, не как повсеместные, а как исключительные явления, то есть, в некоторых случаях не допускали это, не как постоянные, во-первых, а во-вторых, они ссылались на опыт мучеников, в римской церкви было очень много мучеников, в том числе детей, значит, вот, такого возраста, вот, самый такой скандальный известный случай, который был, ну, для Рима очень был таким неприятным случаем вообще, и для христиан очень памятным случаем, это когда казнили вот этих девочек, трех девочек, веру, надежду и любовь, да, вот, так вот этих девочек звали, вдова-христианка была арестована вместе со своими дочерьми, и им сразу предложили все мирно, знаете ли, разрешили просто отречься, им предложили Христа, в принципе, процедура была очень простая, отрекаешься, при свидетелях, подпись, значит, там, даже есть документы, документы сохранились в музеях мира, сохранилось пару таких отречений даже, значит, и с этим отречением ты, тебе давал, сохранял жизнь, значит, там, и, как бы, возвращались там все привиления, если у тебя были привиления, вот, ранее, вот, а если нет, то тебя казнили, вот, хотя некоторые христиане были такие, тоже химроумные были, конечно, некоторые такие, которые, ну, платили взятки просто, взятки давали чиновникам, и те просто, ну, коррупция, репожа разъедала коррупция, будь здоровья, особенно, вот, в последние эти столетия, там, вот, и они выписывали такие фальшивые устроения, ну, как бы, на благо, все, да, все, что такое, и я такой-то отрекся, вот, Христа, на самом деле, скрестили пальцы, заплатили денежки, значит, все, взяли бумажку, и, как бы, значит, и от судей, и при случае, если даже, допустим, облана какая-то, да, там, мало ли, там, в районе облана, значит, и попался человек, извините, товарищи, я свой, а, извините, отпускали человека. Да, да, товарищи, да, но вообще-то к таким христианам, к хитроумным, относились очень так вот, ну, настороженно, их отлучали от церкви и не принимали к причастию, как бы, и вообще не запомнили. Ну, вот такая была история. Ну, ладно, ну, когда девочек этих казнили, веру казнили, надежду, любовь, то есть, трех девочек казнили, вот, одну за другой, их пытали, наверное, пыткам, во-первых, в Риме допускались пытки, вот, и десятилетним уже детей уже допускались пытки, вот, и всех дочерей, одну за другой пытали и заставляли отречься от Христа, вот, на глазах матери, вот, и мама убеждала дочерей, значит, быть верными Христу, терпеть, значит, и, вот, дочери были замучены, одна за другой. Самую младшую, как раз, вот, замучили последней, вот, и самое интересное, самое серьезное обличение судьям было из уст самой младшей, вот, как бы, вот так вот, и потом эту женщину, ее отпустили, выдали ей тела дочерей на погремание и отпустили ее, ее, мы считали, сумасшедшим, значит, судеб этим дали ей победу, вот, и, значит, ну, она похоронила дочерей там, у себя, значит, и умерла нормально. Ой, такая утрогательная история, такая вот, когда читаешь такие истории, их были десятки этих историй. Ну, вот, вот та история с этими девочками, она очень сильно, вот, как бы, повлияла на епископов этих римских, и они приняли решение о крещении детей, детей, которые свою веру готовы исповедовать и готовы за Христа свою жизнь отдать, вот, публично. Вот, но, опять-таки, несмотря на вот эти свидетельства, восточные епископы были категорически против даже крещения, даже, вот, по этим мотивам. Вот, они держались такого правила, что крестить, вот, так Иисус, ему было около 30 лет, как нам, как крещён. Мы держались до такого правила, даже, даже 20-летних не крестили, а только, конечно, уже к 30-ти годам крестили. Вот. И, то есть, педобаптизма, вот, как такового его не было, ну, это, как вот, родливое явление христианства, к сожалению. Но, то есть, крещение совершенно, когда без меня не окрестили, знаете, вот так вот, и младенцы совершенно, или же, ещё худшим извращением является, когда это из-за страха, вот, как вот было, допустим, вот, тысяча 30 лет назад здесь, вот, в Киеве, когда князь Владимир издаёт, он же Василий, там, в крещении, знаете, ему дали ему Василий Василий Василий, в Базилию, значит, там, записали его имя. Вот, когда он, значит, приказал всем явиться в Днепру, крестите, да, на крещение, а кто не придёт, то нет. Вот. И потом началось дальше, больше огнём и мечом началось крещение. Но, опять-таки, вот эти из-под палки, из-за насилия крещения, это ещё более худшие из-за крещения. Вот. Вот. И такая практика сохранялась вот до недавнего времени, к сожалению. Даже в конце 19 века были такие вот случаи, ну, вторая половина, точнее, 19 века. Значит, бурятов крестили вот так же вот как раз, и других, как назвали, инородцев, значит, в Чите, Забайкалье, у Читинско-Забайкальской епархии отчитывалось о выплавленных, перевыплавленных планах крещения народцев. Эти китайские народы, эти, присоединённые к Российской Бире, они, как бы, жили как язычески, да, и чтобы их сделать русскими, сделать их христианами, надо было, в первую очередь, крестить. Посылали священников-миссионеров, те буряты и прочие китайские, эти народы, проживающие там, Забайкалье, они отказывались принимать священников тогда священники сообщали, куда надо, приходили уже жандармы, приходила армия, подразделения карательные, батальоны эти карательные были, вот, Орловские, Грянские были батальоны, там, еще какие-то были батальоны, которые из пушек прямой наводкой расстреливали села и из винтовых расстреливали мирных жителей, делали залпы не в воздух, а на поражение, а потом штыками добивали раненых и сабликорубили детей, беременных женщин, страшные были, страшные злодеяния совершались, и не в таком уж древнем времени, а вот в наше время уже, казалось бы, да, уже просвещенное, казалось бы, время, вот, и есть издание Академии наук СССР, еще, Бурятская ССР, когда называлась, и там, значит, о крещении бурятского населения, я тогда читал, я, ну, честно говоря, там, ой, просто плакал, что, действительно, порой христианством в истории, да, и сейчас порой называют то, что христианство вообще не организм, вообще не организм, даже близко, вот, и наоборот, порой христианство называют как раз настоящим христианством, все извращено в этом мире, на самом деле, в ближайшем возлее, чем больше возлее бежит мир, да, тем больше извращено это все, это точно, вот, и, как, допустим, этот, Махатма Ганя, кстати, я вспоминал на днях тоже, вот, Махатма говорил, этот, лидер индийского народа, да, этих племен индийских, вот, такой духовный авторитет признанный, вот, но уже впоследствии во всей мире признанный наше, кстати, не только там в Индии, но и в Китае, вот, и он говорил как-то этим британским журналистам, момент был противостояние такой серьезный, Индия добивалась независимости, британская корона не отпускала, колонию огромные, ну, богатейшие земли, там, и масса рабов, и, как бы, предприятий, и все, то есть, пониматели отпускать не хотели, вот, и Махатма Ганя, где он молодец, он дал идею именно противления, ненасильственное противление, вот, эта идея, она по началу оказалась абсурдной, вообще, но когда она затрагивала сотни людей, десятки, там, ну, тысячи, десятки тысяч людей, вот, она еще казалась смешной абсурдной порой властям, но когда она затронула уже сотни тысяч людей, вот, и даже миллионы, вот, здесь уже даже британская корона не смогла, вот, ничему уже сделать, понимаете, это было удивительным событием, конечно, вот, что, конечно, многие платили цену страшную индийце за эту свободу, вот, но, знаете ли, такие вызовы его действия, и вот в момент противостояния, самое такое противостояние, британские журналисты заинтересовались этим лидером, вот, тогда еще неизвестным в Британии, вообще, вот, говорили каким-то дикоином, значит, вот, но удивились его уму, его философии, мудрости его, там, удивлялись журналисты, репортеры, и задавали вопросы, в том числе о Евангелии, о христианстве, о Евангелии, почему он не принимает христианство, ведь его размышления очень близки, вот, к тому, что, вот, есть в Дном Завете слова Христа, даже удивлялись, почему это вы, ну, не принимаете христианство, и вот Мохаммин сказал такие слова интересные очень, он сказал, что если бы вы, англичане, пришли к нам без пушек и ружей, а вот с Иисусом Христом и с Евангелием, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела, вот его цитапа знаменитая, вот, но дальше он там уже описывает все, дальше он свидетельствует о том, что он-то не читал Евангелия, признался журналистам, что он, хотя для него это было очень культурно, очень непросто, потому что для него Евангелия и христианство это была религия насильников, оккупантов, тех, кто убивал его народ, вот, вот, на штыках насаждалось христианство тоже, ведь никому не секрет, что Британия, ну, Лондон официально был в XIX веке завален отчетами миссионеров о проделанной, перевыкуленной работе, что вся Индия уже крещена, уже и не раз уже крещена, вот, но это все были, во-первых, предписки, вот, значит, значит, миссионеры получали лишь артенальные медали и пособия, денежные и пенсии, вот, а на самом деле чаще всего христианство было эффективным вообще, ложным просто-просто, и, а еще туже, когда оно было не просто путем предписки этих вымышленных христианств, а было путем насилия совершенным, вот, когда просто так же приходили какие-то села, города, там отказывались принимать миссионеров, тогда те сообщали местным губернаторам, те давали солдат, и солдаты заставляли, принуждали, избивали, расстреливали, даже не из орудий, стреляли так же, вот, по мирным жителям, значит, там, значит, за отказ принять миссионеров на свою территорию, значит, и принять медсианство, понимаете ли? Вот, и еще там, придем, водопад, кстати, очень мудро говорил на эту тему, о насилии, вопросах веры, он говорит, что это абсурд, самый великий абсурд вообще. И он говорил интересную вещь такую, что на штыках можно много что сделать, вот, но нельзя в облаке усидеть. Вот, и действительно, вот, насилие, еще больше насилия порождает. И христианство, вот, сегодня, на самом деле, вот, мы живем в то время, когда необходима вот эта ревизия, потому что приезжает ревизок скорый, там, да, и, да, и он не инкогнито приезжает, знаете ли, что-то не было такая, как ревизор, почему ревизор? Знаете ли, немая сцена такая, конечно, вот, не инкогнито приезжает, он объявил заранее, все, я прихожу, правда, вот, с хитростью, конечно, такой, что я, вроде как приду, но, не отчастного не знаете, короче, будьте готовы всегда, вот, и сегодня, действительно, ревизия церкви в том, что возрождаются библейские понимания, библейские учения, библейские откровения, вот, покаяние, это ведь не просто даже эмоции, да, даже не столько эмоций, это сколько, действительно, переосмысление всего, и действие уже в другом направлении, это изменение сознания, перемены мышления, вот, это очень важно, архиважно. И сегодня, вот, не спасенное христианство, это, как вот, знаете, не соленая соль, или не сладкий сахар, обезжиренный слив, вот такое же возвращение было. Знаете, вот, как бы, вроде, или как это, шумочная была такая, в сети, на фейсбуке, кто-то там, я, жалко не сохранил, эту картинку интересную, там всякие там колбасы лежат, всякие сосиски, всякие, значит, да, и такая надпись какая, что, как там, как-то так интересно было, что, как бы, в ходе изготовления данной продукции ни одно животное не пострадало, как бы, потому что они, как бы, вроде мясные продукты, но без мяса, не беспокойтесь, как бы, ни одно животное не пострадало, как бы, да, вот. Безалкогольное пиво. А, ну да, да, пиво безалкогольное, ну, что ты говоришь, поубывал бы, да, вот такая. Нет, ну, как бы, есть многие, но вот, несоверная соль, это уже библейское общество, мне даже, это даже, да, потерявшие силы вообще, вот то же самое. Вот, а христианство, мы лишь сильны, лишь одни, одни, только кровью Иисуса Христа, все, Божьи ничем не сильны, абсолютно. Вот, реально, как бы, в других религиях, как бы, ну, порой есть вещи, которые, ну, более, как бы, ну, скажем так, даже менее, ну, порой более даже, значит, выгодный, который будет. Вот у нас вся наша красота христианская, это только лишь Христос, все. По большому счету, больше ничего. Вот, никакой культ, никакая традиция, никакая культура христианская, все это куру наспеки, знаете ли. Если мы этим будем кичиться, там, как бы, и на нас это держаться, это, ну, как бы, абсолютно обычная религия, все. Иисус Христос распят. Вот, Иисус Христос распят, да, мы. Вот, действительно, вот это понимание должно быть сегодня в христианстве, и дай Боже нам всем, действительно, в этом служении, и самим утверждаться, самим, каждому из нас, каждому верующему. Вот, и все церкви, Божьему, Слава Богу. Вот, конечно, молюсь за православие, молюсь за православное христианство. Вот, несколько, вот таких цитат. Ефесян, в пятой главе, в самом начале говорится. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Друзья, мы чадо возлюбленные. Не просто будь, вот, какие-то, знаете, сбоку припек, или, там, значит, ну, терпит нас Богу, куда его, вот, ну, что поделаешь, ну, такие действия, да, послюбленные чадо. Вот, и я говорю, что из Писания, вот, у нас есть золотой стих, о котором как раз перед собранием говорили, да, значит, вот, Иоанна 3, 16. Вот, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сын на Своем Единородном, и во всякие верующие, но не погибли, но жизнь вечную». И вот, в древности, еще перед пришествием Христа, накануне пришествия Христа, его первого, его пришествия, Рождества его накануне, еврейские учителя тоже вопросов задавали себе, и учителям задавали вопрос обычные евреи, что в Писании есть, как бы, золотой главный стих, который был бы, как бы, включен ко всему Писанию, ко всей теории, к пророкам. И вот этот стих «Они ледоди ведодили». И вот это «Ледоди ведоди», оно переводчики синдагида перевели так, что «Я принадлежу ему возлюбленному, возлюбленному мне». Буквально, вот это «Ледоди», «Ледоди», что «Я в нем», да, «Он во мне». «Я всецело ему полностью, сто процентов ему принадлежу». «Он всецело полностью мне принадлежит». Вот это блаженное соединение двух душ, да, там, на примере этих возлюбленных, да, влюбленных мужчин и женщин. Вот говорится, в древности еще, евреи тоже, учителя еврейские об этом говорили, потом христианские учителя стали об этом еще говорить, что здесь таинственное такое, таинство, опять-таки, таинство, прообраз вот Бога, да, Творца и человеческой души, Творца и Его народа, Бога и, по большому счету, всего человечества. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры, и ваше. Пусть действительно это таинство совершается, потому что, думаю, даже то, что это к моменту пришествия Христа, это было объявлено, это было сказано, это не просто совпадение, потому что с момента пришествия Иисуса, действительно вот это чудо, оно стало ярким. Это чаление народов стало ярким, особенно израильским народом. Друзья, на этой неделе у нас еще есть праздник, средний Господь, средний. Но я уже на средине буду во Львове проповедовать, уже завтра будет у нас встреча, там, значит, во Львове, и, ну, наверное, каждый вечер будет какая-то встреча. А в среду вечера проповедую там в Песятническом собрании, в Воскресенье церковь, значит, там храм такой красивый, бывший костер, по-моему, вот, значит, там в Весятенческом церковь находится, вот там буду прогулевывать я, пастор Баличкова, значит, и у них есть трансляция, поэтому можно будет даже смотреть на трансляции. Вот, и потом буду у баптистов, и у харизматов. В Воскресенье церковь харизматический, значит, Агата, агата, пастор Бикетышин, очень хорошая церковь, я с ней давно уже знакомый, общаюсь и дружу, вот, и уже не первый раз уже у них. Так что в следующем воскресенье вы сами уже, вот, Аня Алексеевна Иванович, Максим, вот, проведете служение, вот, и уже, даст Бог, недель, там, 15-20%, уже буду снова здесь уже, в Киеве. Так что от вас от вас, например, Львов, Мистер, Лево, я каждый раз, вот, в Украине два моих любимых города, вот, Киев и Львов. Вот, и хочу тоже, там, участвовать в таких евангелизациях, там, уличных, там, площадь Юник, в центре, там, красивейшие места, конечно. Вот. Кстати, значит, еврейская кухня, там, потрясающая, значит, именно настоящая, с нахренов с еврейской кухней, вот, Тай, Старый, Искотович, вот так же. Да, и там улица, Старый Еврейский, улица, и в конце этой Старой Еврейский, или в начале, я не помню, откуда там будет, смейтет, вот, значит, там место, где была, была синагога, когда-то. Сладкая Роза, да, я очень переживал каждый раз, вот, какое-то особенное благословение, на том месте, молясь, особенно в последний раз. Я даже записал там видео, взял с собой камеру, там, специально записал эти видео. Какое-то особенное переживание было на этом месте, вот, сеногога молитвенников, она была известна, как сеногога молитвенников, вот, и ее во время Второй мировой взорвали, ее уничтожили. Вот, сейчас воскопали, нашли немногие фрагменты фундамента, часть входа, вот, и там мемориал, комплекс такой, исторический. Но, знаю, что Господь, он хочет действительно вот это духовное свое, вот это пропущение изливать. И для нас есть временные эти препятствия всевозможной границы дан, Бог выше слов, вне этого всего. И не знаю, кто верит, не верит в путешествия во времени, есть неподобное есть. И я знаю, что у Бога есть такие чудеса, которые, они, вот, по-человечески, они вообще кажутся вообще полной, полнейшей фантастики. Я помню, у нас, а мы еще там, на этом этаже, до развала этого зала, в пространстве, и во времени есть путешествия определенные. Не, ну, не буду так ли мы это будем принимать, спорные такие вещи, но я расскажу некоторые вещи, которые можно библейски хотя бы обосновать. Вот, у нас брат был один, значит, в гостях, рассказывал про свидетельство, когда, значит, они по Сибири в начале 90-х путешествовали, миссионерская команда была, в Западную Крыму приехали, ребята, девчата, значит, с песнями, там, значит, по разным городам, они путешествовали по всей Сибири, манушку, и, короче, прошлись там, проехались, пролетели, и вот, значит, у них там было одно служение в одном городе, ну, там, в Сибири, там, эти, как сказать, пространства такие, огромные, да, просторы, огромные там, я там, проповедую в этом городе, а потом мне говорят, братья, а вы не могли бы завтра у нас проповедовать? А далеко вы? Да нет, километров пятьсот, иногда, если недалеко, вот, поэтому, до тысячи километров, сейчас у них, все, так, поблизости, за тысячи, это уже дальше, это уже да, вот, поэтому я там удивлялся, значит, и вот те братья, они должны были лететь, все команды, же лететь, в другой город, вот, и там уже будет, другим днем проповедовать, в другом городе, и в Эйнстер, и проповедовать, вот, и на всех билетах, билеты были на всех, вот, ну, одного надо было остаться, вот, этим братьям, к сожалению, вынужден был остаться, вот, значит, ну, все вещи забрали, а я вот, а следующее, если я уже опаздываю на то служение, ну, прилечу, по крайней мере, там уже, хоть, так вот, уже под занавес, и вот, значит, ну, как-то грустно стало, все улетели, я проводил их, улетели, грустно как-то стало, вышел из зала, из здания, аэропорта, сел, значит, на скамеечке, как-то взгрустнулся, мне так, ну, помолился, конечно, за ребят, позови было им, там, белой завистью, надо же, они там послушают, а я, вот, так, постою здесь, ну, ладно, и как-то так, немного притомился, как-то, и, вздремнул, и, тут же, мне показалось, одна секунда, раз встрепенулся, как-то, знаете, как-будто, от холода, как-будто, бывает, по стенам, засыпаешься, и, вот, я вот встрепенулся, вроде, как-то, похолодало, чуть, значит, холоднее стало, ну, ладно, и, вроде, аэропорт, как-то, изменился, как-то, ну, что-то показалось, что-то, мало ли, захожу в аэропорт, объявляют, прилет самолет, вижу, да, все другое, не такое, и не такое, оказывается, он, в манерине ока, переместился из этого города в тот город, вот, я понимаю, значит, как раз, вскоре прибытие, вот этого рейса, как раз, с которым улетели те ребята, я, стою, обалденный, стою, значит, подошел, там, 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 встречаю, они, с такими глазами, да, ты что, как ты прилетел, каким рейсом, я не знаю, вот, сел, сгрустилась, раз, и я уже здесь уже, самое интересное, когда мы с ними не стали, я, потом, пару раз, ну, я даже и постился, и молился, ну, как бы, и денежку сэкономлю, значит, и вообще, как бы, раз, и все-таки, ну, еще попротеховать подобное, молился бы, и спасал, и ничего не было, вот, хоть бы что, хоть бы, и меня, ты сдвинулся бы, так же, на стуле сижу, никуда не перелетел, я, значит, вот так и сижу, вот так вот, ну, а там, и даже не просил, будь Бога, ну, конечно, ну, желание было там быть, ну, как бы, ну, ну, это не было, что там молитва, что я там верил, что мне сейчас Бог-то перенесешь, там, просто взял и перенес, и подобная история, я знаю уже, десяток уже подобных историй, ну, просто с тем парнем было, как раз, живой человек, ведь, просто, ну, участник, как бы, телом, который пережил подобное чудо, вообще, и другие чудеса, вот, и верю, что Господь, Он действительно всесилен, и в эти последние времена совершает очень-очень разнообразные чудеса, вот, и по поводу, вот, такого даже временного чуда, вот, на месте золотой розы, вот, последний раз, почему я был очень потрясен, знаете, я молился, и это была вроде обычная молитва, вот, это, понимаете ли, я не готовился к этому специально, к какому-то переживанию, не настраивался к этому особенно переживать, просто молился, в целом молился, ну, ну, как мог, молился, умел, но, вот там, это было переживание настолько необычное, знаете, я не видел глазами, ничего такого, ну, как бы, сверхъестественного, да, для меня, все было, как бы, естественно, такие же развалины, это такой же мемориал, все, но шкурой, знаете, как бы, это шариздает, вот, то есть, я реально ощущал, что здесь сейчас молятся многие люди, и вот, как будто бы, вот, те люди, что мы молились там, в этой синологии молитвенников, да, как будто я среди них там молюсь сейчас, в том служении, это было столько переживательно, что, вот, знаете, я глазами, я повторяю, я ничего не видел, я это, но пережил так сильно, что, я вот до сих пор, прошло время уже достаточно много, вот, мне, вот, не с чем сравнить тоже, вот, такое переживание, необычное, поэтому, я даже, говорю, вот, решился на то, чтобы записать какие-то сюжеты, может, мы, не знаю, как-то еще, чтобы Бог откроет, но, ничего такого больше не было. Там, стансировала это строительство, одни женщины, и там какие-то обострения были со властью, и давали строить, не, но это сейчас уже, уже в наше время уже, не, это раньше, когда она еще строилась, и пошла на компромисс, со своей совестью, с честью, и все, но она имела заданные слова, не построить, и эти запреты были не снять, это особенная дружба, не, 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 рассказывали, а, трогая, как же. Ну, с этой синагогой много и легенд тоже связано, даже в разных случаях. Вот, кстати, моя бабушка, я не скажу точно, что именно в этой синагоге, я не знаю уже точно, но знаю, что вот тогдашний Кёнигсберг и тогдашний Прага, вот были, моя бабушка, они раньше были гершели, потом стали взяли на бережном левом, вот, еврейская бабушка, у меня татарская бабушка есть, есть еврейская бабушка, и вот, значит, и вот они были гершели, и как раз именно вот с тех краев, и они вот, бабушка моя, она прожила почти сто лет, вот, она была совсем еще памятной девчонкой, она помнила, как вот, большая синагога, и вот это было там на заходе, это было, больше не больше, она не помнит, совсем была памятной девчонкой, девчонки, молились там, это доставляли, хотя сама, как она говорит, мы когда молились бабушке, она молилась, с ее слов молилась в первый раз, вот, именно покаяния, молилась в первый раз, потому что всю жизнь она была атеисткой, коммунисткой, НКВД, там еще это ЧК НКВД, и она была, ну, Чеком, ну, ну, железная ледя, этим словом такая, но в последние, вот эти месяцы ее жизни, Бог очень сильно изменил ее сердце, очень сильно, вот, и она покаялась, вот, в моем присутствии, я лично сам свидетел, потому что она молилась, в этой молитве покаяния, вот, я, честно говоря, не знал, как она может спастись, она очень была такая, ну, непробиваемая бабушка, знаете, вот, она все равно, Ленин, Сталин, у нее все, кумиры эти были, коммунистические, вот, она гордилась всю жизнь, что, а Сталина получал ее личное слово, получал награду, значит, там, муж ее, мой дедушка, родной, который дедушка, я ее не знал, значит, родной, который дедушка, тоже еврей, и он, значит, и он, значит, отец моего отца, получается, вот, тоже был полковником КВД, еще до войны, еще, сделал карьеру, вот, до Второго мирового времени, получается, и тоже гордились, вот, вот, наградами, этими, этими положениями, понимателем, вот, и, я, когда молился, я, конечно, я верил, ну, как мог, верил, что Бог спасет весь дом, всю семью, но, насчет бабушки, я не знал, как это может быть вообще, а получилось вообще, даже, и не придумаешь, нарочно, специально, не думаешь, вот, представьте, ей было уже за 90 далеко, вот, и ее сбила машина, ее сбила машина, ну, удар был небольшой, но для старой женщины это было более, чем достаточно, у нее были переломы, значит, бедро, там, что-то еще, вот, машина ее, как бы, ну, так чисто механически, она машина ее ударила слегка, ударила, но она упала, значит, и были переломы, эти она, в первую жизнь оказалась на больничной койке, была такая здоровая еврейская женщина, крепкая была вообще, все длина вообще, вот, и что характерно, что здоровье было, вот, и, знаете ли, а здесь она оказалась вот на больничной койке, ну, врачи уже говорили, что все, по 100 лет уже, вот, и в таких переломах, значит, ну, уже шансов нет уже, вот, и, значит, и, плюс еще, тетя по телефону сказала, что, значит, она порой не узнает кого-то, но у меня сердце было поехать, хотя переживал, но узнает, не узнает, и примет, не примет, как бы, вот, я понимал, что у бабушки не так много осталось-то жить-то уже, но хотел, вот, именно, помолиться с ней, вот, и, она-то знала, что я священник, все, но, знаете ли, в тот день, когда я приехал, во-первых, было чудо, что она меня сразу узнала, признала, и в подробностях мы общались, второй чудо я просил еще у Бога, чтобы никто не мешал в этой молитве, потому что там родственники, там, и все люди далекие от химики, вообще любой химики, еврейский, христианский, и, знаете, и было второе чудо тоже, и, как раз, и тетя поспешил туда уехать, значит, и все, я один остался с бабушкой, как раз, какое-то время, пусть немного, но были мы вместе, вот, и я рассказал ей о Боге, что я служил Господу, о Христе, вот, и я спросил ее, молилась ли она, когда-то в своей жизни она сказала, что вот, еще сам, я еще маленькая совсем, была еще с оттимой девчонкой, вот, помнила, что где-то там на западе, где-то молились, все на год, вот, и все, что она подняла, но дело в том, что ее родители, мои прабабушка, прадедушка, они распрощались со всякой религией, отреклись от Бога, и коммунизм, и революцию, они, понимаете ли, были революционерами, еще до революции даже, они уже были революционерами, значит, и, понимаете, значит, и поэтому бабушка была всю жизнь, вот, по этим же стопам, значит, и в этом же все, но, знаете, она молилась, молилась, не только повторяла за мной молитву, вот, принимала и молилась, но и сама что-то говорила, знаете, для меня это было, у нас все это мы находимся, а